Всем привет! Сегодня мы поговорим о репшнурах, о вспомогательных веревках. О том, какие они бывают, из чего они делаются и для чего используются. Вначале вспомним откуда они вообще пошли. Репшнуры это вспомогательные веревки, то есть тоньше, чем основные веревки, которые мы используем для страховки, которые используются для всяких вспомогательных нужд. Чаще всего самые популярные и самые широко распространенные репшнуры изготовлены из полиамида. Диаметр может быть от 2 миллиметров до 8-9 миллиметров. Соответственно и прочность будет очень сильно зависеть от диаметра, начиная от 100 килограмм, заканчивая примерно полутора-двумя тоннами. Исходя из области применения, мы будем выбирать разные диаметры репшнуров для каждой задачи. У нас все вспомогательные веревки могут использоваться, наверное, в двух наиболее частых случаях. Случай первый, это использование в качестве вспомогательных отрезков для вязки схватывающих узлов, для организации каких-то спасработ. И второе большое направление, это использование репшнуров в блокировке в организации станции. Исходя из двух разных назначений, немножко разные требования мы предъявляем к репшнурам в каждом случае. Когда мы используем репшнур для организации станции, нам очень важна его прочность. И прочность его должна быть не ниже, чем одна тонна. Поэтому, исходя из этого, использовать для организации станции классические репшнуры можно только начиная от толщины 7 миллиметров и толще. Для организации схватывающих узлов требования несколько другие. Насколько хорошо будет работать схватывающий узел на веревке, будет очень сильно зависеть от соотношения диаметров самого репшнура и той основной веревки, на которой мы его используем. И соотношение должно быть примерно 10 к 7. То есть примерно на 30 процентов тоньше, чем основная веревка, должен быть наш вспомогательный репшнур. Исходя из этого, для веревки диаметром 10 миллиметров хорошо будут работать репшнуры в районе 7 миллиметров. Для более тонких веревок мы можем использовать более тонкие репшнуры. Для более толстых веревок, например, 11-12 миллиметров, которые часто используются в спасработах, мы вынуждены использовать репшнур более толстый, диаметром 8 миллиметров, иногда даже толще. То есть для работы схватывающего узла нам важнее всего диаметр репшнура. Современные производители обладают очень богатой фантазией, поэтому помимо классических репшнуров из полиамида, они делают огромное количество разных, более хитрых и интересных по конструкции вспомогательных веревок. Давайте попробуем их разобрать. Самый частый вариант такого вот репшнура это репшнур с разным материалом оплетки и сердцевины. Сердцевина у репшнуров делается из материалов высокой прочности, таких как кевлар или иногда дайнима, которая сверху защищена достаточно износостойким таким полиамидным кожухом. В итоге мы получаем репшнур очень прочный, при диаметре в 5 мм, в 6 мм он будет держать примерно в полтора раза больше, чем классический полиамидный репшнур, то есть веревку высокой прочности, при этом низкого диаметра. Таким образом у нас уменьшается вес снаряжения и расширяется диапазон его использования. Аналогично назначение у репшнуров из материала дайнима. Также это материал высокой прочности, очень статичный, супер статичный, при этом репшнур толщиной 5 мм также будет держать около чуть меньше, чем 2 тонны. Некоторые производители начинают извращаться с репшнурами дальше и делают для нас веревки довольно с уникальными характеристиками. Как мы уже говорили, у нас есть два типа использования вспомогательных веревок. Для организации станции с одной стороны и с другой стороны для вязки схватывающих узлов. Помимо диаметра, насколько хорошо веревка будет работать в схватывающем узле, достаточно сильно зависит от материала, который используется в оплетке. То есть чем он менее скользкий, тем лучше будет веревка работать на схватывающем узле. То есть он будет эффективнее схватываться при необходимости, при срывах или при передвижении по перилам. Поэтому есть варианты репшнуров с добавлением арамида, с добавлением материала кевлар в саму оплетку. Что делает оплетку не скользкой, с ней удобно работать, когда вы ее держите в руках. И при этом схватывающие узлы очень хорошо срабатывают при минимальных нагрузках. То есть веревка очень в этом плане удобная. В то же время сердцевина и конструкция плетения оплетки у этого репшнура сделана под тем же технологиям, по которым делаются динамические веревки. И в итоге эта веревка диаметром 6 миллиметров, она проходит испытания, которые делают для динамических веревок марки TWIN. И является с одной стороны тонкой динамической веревкой, с другой стороны хорошим эффективным репшнуром для вспомогательных нужд. И в итоге мы получаем универсальный продукт, который можно использовать и для организации станций, и удобно работать при спасработах или любых других условиях. Следующий тип репшнуров, с которыми мы сталкиваемся, еще более, возможно, специальные, но иногда очень удобные в работе, это репшнур с светоразражающей нитью. Из-за этого, например, в свете фонарика, работая с этим репшнуром, мы будем его очень хорошо контролировать даже в темноте. Это удобно в ряде случаев, а при работе в сложных условиях это иногда бывает даже и незаменимо. То есть все характеристики, они полностью соответствуют стандартным вспомогательным веревкам, но при этом добавляется такая хорошая опция, как хорошая видимость в темноте. В целом, когда мы используем репшнуры в реальной альпинистской практике, чаще всего, конечно, мы их изначально режем на какие-то отрезки, чтобы их было удобно развешивать на системе и удобно было с ними работать. Какого диаметра должен быть этот репшнур и какие куски должны быть, очень сильно зависит от привычки данного конкретного альпиниста или от национальной школы, в которой приняты те или иные традиции. Самые распространенные варианты, наверное, можно разделить на две группы. Первая группа, которая рекомендует использовать короткий репшнур длиной примерно полтора метра в качестве схватывающего и два отрезка по пять метров репшнура для спасательных работ и организации станции. Соответственно, набор, первый вариант это полтора, пять, пять. Второй вариант, также вполне допустимый, больше принятый, например, на европейской части, в Западной Европе, в Германии, в Италии. Это набор из трех кусков, также первый кусок, самый короткий, также для схватывающих узлов длиной метр, второй кусок два метра, третий кусок четыре метра, то есть метр два четыре. Принципиальной разницы между первым типом набора и вторым типом набора, в общем-то, нет. Набор, характеризующийся более длинными отрезками репшнура длиной в пять метров, обычно подразумевает, что мы делаем из него станции, то есть он должен быть диаметром не меньше, чем семь миллиметров. Набор, который состоит из трех более коротких кусков, обычно подразумевает только спасательную работу. В этом есть только некая внутренняя разница, принципиального отличия в технике применения, в общем-то, особенно нет. Еще раз подчеркну, что классические полиамидные репшнуры, это, наверное, 80% всех вспомогательных веревок, которые мы используем в нашей практике, они дешевые, их можно быстро заменить при изнашивании. Более экстравагантные варианты с материалом дайнима или с материалами аромид, они несколько более дорогие, но позволяют нам уменьшить вес снаряжения, соответственно, для людей, которые более серьезно занимаются какими-то кровосхождениями или скалолазанием, возможно, это будет даже более удачным вариантом. В заключение последний момент, связанный с тем, каким образом мы переносим эти репшнуры на маршруте. Проще всего упаковывать их таким образом. Складываем их вдвое и, зажимая в руку концы репшнура, просто не очень жестко наматываем его на ладонь. После этого остаток петли репшнура наматываем перпендикулярно общей бухточке и конец зажимаем вот таким образом. В этом варианте он у нас компактно висит на системе и мы точно знаем, что вот это это средина нашего отрезка репшнура. Таким образом нам удобно его использовать в будущем на маршруте. Вяжите веревочки, лазайте безопасно.